Соответственно, какие-то вещи уже по бот-фреймворку, наверное, видели. О каких-то вещах поговорим поподробнее. В принципе, наверное, тот доклад, который у нас будет, он будет такой носить больше характер Breakout Session. Есть новый фреймворк, с помощью которого можно разрабатывать ботов. Посмотрим на него, как вообще, с какой стороны подойти, какие возможности есть, когда хочется написать бота, чтобы он работал в разных каналах, разных мессенджерах. Такое раньше тоже было на предыдущих докладах? Или это я как-то здесь? Это боты, понятно. Об этом с вами... Может, мне лучше без микрофона? Перекабик пошаливает. Я боюсь столкнуть стол опять же. Окей. Давайте разберемся, почему мы вообще говорим о ботах, откуда появилась эта тема. На самом деле боты были уже давно. И очень много можно встретить людей. Вот появляется хайп снова по поводу ботов. Их появляется все больше. Есть люди, которые говорят, ну, боты были уже давно. Еще в RSI мы ими пользовались. И что это вы такого нового придумали? На самом деле здесь, наверное, я... Как-то сами люди толкают рынок, потому что там, где эти боты появляются, статистика показывает, что людям намного больше нравится пользоваться ботами для тех задач, которые раньше решались с помощью аппликейшенов. В частности, статистика Uber показывает, что с каждым месяцем вызовов такси намного больше, чем через приложение, на которое они потратили громадное количество денег, сладенькое классное приложение. Но людям легче написать, там, я не знаю, в Facebook мессенджере или в каком-то другом мессенджере, мне, пожалуйста, такси вот сюда, оно приедет, и никакие приложения запускать не надо. В частности, заказы ПИЦ, какие-то, я не знаю, любого рода сервисы, когда вам от самого сервиса нужна одна простая какая-то задача. Люди предпочитают не устанавливать апп, искать этот апп, там, я не знаю, среди десятков возможностей находить ту одну единственную, которую он пользуется. И фактически, ну, в данной ситуации пользователи больше толкают развитие ботов, потому что им это удобно. В частности, ну, я не знаю, кто-то пользовался флибуста ботом. Достаточно удобная штука, когда вы просто боту пишете название книжки, он находит, если это та самая книжка, он вам просто в телеграмчике скидывает книжку файликом, и все. Ну, как бы, тоже хороший пример, как это может работать. Ну, и опять же, все толкается, развитие ботов опять же толкается еще картаной, серией и гуглом, гугл нау, которыми всеми вместе тоже достаточно много люди пользуются, и, ну, это большой трафик на самом деле. Если у нас, мне кажется, не приняты, даже странно, когда человек разговаривает с телефоном, да, вот, и по-русски оно не очень хорошо работает, ну, в тех же штатах это абсолютно нормальная вещь, люди пользуются этим постоянно, люди используют телефон голосом, когда они едут за рулем, а не полжизни за рулем. Вот, поэтому, как бы, это тоже одно из направлений, которое развивает ботов. Когда мы говорим о разработке ботов, опять же, у нас есть много разных мессенджеров, которые поддерживают в том или ином виде ботов, да, есть скайп, недавно показали СДКшечку для скайпа, есть телеграм, есть слаг, есть еще какие-то каналы, которые поддерживают боты. Проблема заключается в том, что у них у всех разные IPшки, разные платформы, СДК на разных языках, и по большому счету, если вы хотите разработать одного бота, который будет везде, вам достаточно сложно будет, не имея чего-то, как бот-фреймворк, о котором мы сегодня будем говорить, потому что вы даже, ну, не сможете удержать кодбейс, вполне вероятно, в рамках одного языка программирования. Вот. И, естественно, что API, то, как идет взаимодействие, везде-везде разное. И, собственно, то, что сделал Microsoft, это Microsoft Bot Framework, который разрабатывался Microsoft Research департаментом порядка года, до момента показа на Build. И, фактически, это единый фреймворк, который позволяет разрабатывать ботов для любых платформ, какие бы то ни было. Что он из себя представляет? На самом деле, бот-фреймворк состоит из трех таких частей. На данный момент доступны две. В первую очередь, это Bot Connector. Это такой канал между вашим ботом и теми мессенджерами, которые, в принципе, существуют и поддерживаются. Мы посмотрим на список, там есть немало мессенджеров. Соответственно, это такая платформа, то есть у вас есть ваш веб-апи-сервис, который является ботом, который взаимодействует с Bot Connector. И Bot Connector уже, в свою очередь, будет взаимодействовать со Skype, со Slack, с тем, что вам необходимо, с Facebook. Новые каналы, кроме тех, которые представлены уже, также будут появляться. С момента выхода их появилось два новых. Также там есть на самом Bot Connector разнообразные штучки, вроде того, что если ваш бот работает, например, на английском языке, но вы хотите работать, я не знаю, с русскоязычной аудиторией, с испаноязычной аудиторией, вы можете подключить на уровне коннектора перевод сообщений. И, соответственно, когда сообщение будет идти, оно будет попадать на Bot Connector, переводиться, и в Bot Connector приходить уже на английском языке. К сожалению, на русском, если вы это действительно включаете и пробуете пользоваться, могло бы это все дело работать и получше. Ну, Bing Translate, к сожалению, ну, как и любой, наверное, автотранслейтер, далек от совершенства. Тем не менее, как-то с этим все-таки работать и жить можно. Вот. Есть Bot Builder SDK, на который мы тоже сегодня посмотрим. он однозначно стоит внимания. Это новая SDK, которая лежит на GitHub. Вы ее можете скачать, посмотреть, как она работает внутри. Сейчас она поддерживает и будет поддерживать два языка. Это C Sharp и это Node.js. То есть, если вы хотите, с помощью Bot Framework вы можете писать на ноде, не обязательно на Sharp. Которая позволяет... Она дает, в первую очередь, всю инфраструктуру, которая вам необходима для написания бота. Как, ну, если вы пишете веб-приложение, у вас есть некоторая инфраструктура под низом, да? Вам нужна какая-то сериализация, десериализация, распаковка HTTP-запросов, хранение состояния и так далее, и так далее. Для бота такие вещи тоже нужны. То есть, вам нужно помнить историю сообщений, которые уже ходили. Вам нужно получать информацию о том канале, то есть, вообще информация о пользователе, да? Его юзернейм, каким каналом он пользуется, получить информацию, доступную о его аккаунте и так далее. То есть, вот эта инфраструктура, она уже есть внутри бота SDK. Кроме этого, в бот-билдере есть ряд уже имплементированных классов и интерфейсов, которые удобны для бота. В частности, есть класс Dialog, который, и мы посмотрим, как он выглядит. Когда вы хотите строить диалоги, когда вы не просто живете в режиме там request-response, отправили сообщение, получили результат, но зачастую, когда вы говорите с ботом, вам необходимо ввести вот… Можно сравнить с оператором, когда вы набираете там, нажмите один, нажмите два, да? То есть, вы заходите в какие-то менюшки. То есть, такого рода диалоги и перемещения по диалогам уже хорошо реализованы. Когда, получая сообщение, вы уже понимаете, в каком месте вот этого вот дерева ветвлений возможных диалогов вы находитесь и какой контекст у вас уже есть, какие данные, допустим, пользователь раньше вводил. Кроме этого, можно… Фактически, есть стэк диалогов, когда вы можете из одного диалога переходить в другой, да? То есть, вы поздоровались с ботом, есть какой-то там главный диалог, в котором вы хотите, я не знаю, зарегистрировать пользователя на какое-то мероприятие или, там, не знаю, показать баланс его счета или какие-то совершенно разные категории. В зависимости от выбора, вы просто подгружаете новый диалог из этого, попадаете туда. Когда вы возвращаетесь, вот этот вот диалог, который застэканный был второй, он вернет все состояние в предыдущий диалог. И такие цепочки достаточно удобны в разработке, вам фактически не надо изобретать велосипед и самим как-то это имплементировать. Кроме этого, достаточно важной частью бот-билдера SDK является заполнение формочек. Зачастую вам надо ввести какое-то количество данных. Не знаю, можно привести пример заказа пиццы, где вы говорите, должна она быть большая, маленькая, на толстом, на тонком корже, какой вид пиццы, какие топинги нужно добавить. Если бы не было реализованных каких-то заполнений формочки, это была бы неинтересная, рутинная работа, как вы спрашиваете шаг за шагом, опрашиваете всю эту информацию. Форм-флоу и форм-билдер, которые там есть. Фактически позволяют вам реализовать класс обычный, в котором у вас будут проперти разных типов. В основном, наверное, типами этих пропертей будут инумы, когда у вас есть один из четырех вариантов. То есть может быть инум, там, я не знаю, толстый корж, тонкий корж. И фактически вы можете форм-билдеру передать этот класс, и он пройдется по нему, и поспрашивает каждый, ну, поспрашивает заполнить каждое поле и заполнить. И вам фактически ничего не надо делать. Для этого вы уже получите всю информацию от пользователей. Это то, что дает сам по себе бот-билдер с ДК. Кроме этого, у нас есть бот-директори, которая, ну, как-то есть, будет, да. Фактически, это такой стор ботов, в котором вы приходите туда, и вы можете найти для каких-то сервисов, ботов, которые уже есть. То есть, ну, фактически такой маркетплейс. Пока что он не работает. Если вы в него зайдете, вы увидите несколько таких примеров ботов, которые где-то там появлялись, вроде того, как вы можете загрузить картинку, и когнитивный сервис скажет вам, что изображено на картинке, ну, и какие-то такие вещи. Дальше там будет появляться очень много всего. Вот. Когда мы говорили про бот-коннектор, хочется еще чуть-чуть вернуться сюда. Фактически, это вот такой вот шлюз между вашим IP-сервисом и любым каналом, который есть, и будут больше. Желательно, ну, как бы, Microsoft рекомендует вам пользоваться бот-билдер SDK и написать фактически на ноде или на C-шарпе веб-IP-сервис, просто REST-сервис на HTTPS endpoint, который будет взаимодействовать с бот-коннектором. Хотя, если вы примете такое решение и вы считаете, я не знаю, что на питоне, например, у вас лучше получается писать, вы можете фактически реализовать тот же самый контракт, который есть. То есть это, ну, фактически это JSON, который ходит между бот-коннектором и вашим сервисом. И вы можете пользоваться бот-коннектором и не используя бот-билдер SDK, ну, хотя вряд ли кому-то захочется тратить время на просто фактически реверс-инжиниринг протокола. Интересный момент здесь еще заключается в том, что бот-коннектор сам по себе хранит состояние. Когда вы пишете, ну, пользователь пишет сообщение, например, в скайпе, сообщение приходит на бот-коннектор. Бот-коннектор распарсивает скайп-сообщение, которое отличается от телеграм-сообщения, от фейсбук-сообщения. Он его разбирает, он понимает, на какой эндпоинт идет этот пакет, и он довешивает стейт, который сам бот-коннектор уже на нем имеет. То есть, фактически, стейт хранит бот-коннектор, и вам уже в сервис он присылает такое вот что-то похожее на вью-стейт в SPNet веб-формах, если помните. И, соответственно, когда вы отвечаете на сообщение, вы можете в этот стейт сами что-то положить, то есть, это некий аналог сессии. Оно уйдет на бот-коннектор. Бот-коннектор снимет это состояние на себя и дальше передаст сообщение уже ответ, например, Skype. Преимущество здесь заключается в том, что вы без проблем можете масштабировать своего бота. Если у вас это нагруженный бот, вы можете просто в App-сервисе поднимать количество инстансов, и вам не нужно будет думать о том, как хранится сессия, как хранится состояние. Вот. На этом мы посмотрим. Я покажу, как это все выглядит с точки зрения кода. То, о чем мы еще поговорим, и это тоже кусочек, где Сережа ел мой хлеб, ха-ха-ха. Когнитивные сервисы Asia. Это фактически то, что уже появлялось где-то у Майкрософта в тех или иных сервисах. Это то, чем частично пользуется Bing, частично пользуется Cortana. Эти сервисы они повыкладывали, они доступны пока что free. Дальше там есть модель, по которой они их будут распространять уже в облаке. Когда любой из этих сервисов вы включите, и за использование вы будете платить на самом деле совсем немного. То есть есть распознавание речи, например, то, о чем кто-то задавал вопрос Сереже. и это то, что реализовано допустим для скайпа уже. Как это работает? Вы можете позвонить в скайп-боту и разговаривать с ним. То, что вы говорите будет распознаваться движком фактически Cortana. И эти сообщения будут уходить в бот. Бот будет отвечать и TTS-движок будет просто проговаривать вам сообщения. И фактически это будет тот же самый бот, но вы с ним будете разговаривать как по телефону. То есть например, в скайпе это уже реализовано с помощью одного из этих когнитивных сервисов. Есть распознавание лиц, есть распознавание эмоций. То есть вы можете сделать видеокол допустим с ботом и он будет смотреть на вашу фотографию и думать, что вот вы грустный или вы веселый. Ну и какие-то такие штуки. Самое интересное здесь для нас будет Луис, о котором говорили. Мы поговорим о нем немножечко еще поподробнее и о том, как он интегрируется самим по себе бот-фреймворком. Вот. Перед тем, как мы будем смотреть, как работает Луис, хочу чуть подробнее о нем сказать. То есть это кусочек действительно Project TOS Оксфорда, как говорил Сережа. И это достаточно простой сервис, который позволяет решить достаточно узкую часть большой сложной проблемы, которая называется Natural Language Processing, которую, наверное, в полном формате на сегодняшний день хорошо не решает никакой движок из тех, которые существуют. Natural Language Processing это такая задача, когда у вас есть какой-то кусок текста и нужно понять, о чем в этом тексте идет речь, о чем бы он ни был. И эта задача достаточно сложная в любом языке, потому что, опять же, есть какие-то сленговые выражения, и если человеку легко понять, это какой-то сленг или это опечатка и какая-то автоподстановка, то бот на самом деле не понимает, если у него нету знания в принципе о вселенной. Есть проблемы, допустим, с анафорами, когда машине, например, очень тяжело понять, кому адресуется он, она, они и так далее. Для человека, допустим, вполне будет понятно, если мы возьмем две фразы. Первая фраза мы отдали обезьянам бананы, потому что они были голодные. И вторая фраза мы отдали обезьянам бананы, потому что они были перезрелы. Ну, как бы человеку понятно, что это обозначает, но машина не может это распознать, если она не имеет доменных знаний, что обезьяны бывают голодными, а бананы перезрелыми, а не наоборот. Ну, как бы я к чему веду? Natural Language Processing серьезно на самом деле очень тяжелое направление, в котором есть какие-то там маленькие подвижки. К счастью, когда мы разговариваем с ботом, нам не надо понимать всю его речь. Вся идея Луиса сводится к тому, что человек пишет мне какой-то текст, он не пишет там дорогой дневничок, я сегодня там на-на-на-на-на-на-на-на. Человек дает боту команду. И когда мы знаем, что предложение, которое он пишет, это команда, то что нам нужно оттуда вычленить? Во-первых, есть намерение, интент. Нужно понять, что человек хочет, формулируя таким образом запрос. И нам нужно вынуть оттуда энтити, какие-то значения, которые в этой фразе присутствуют. Например, время, например, числа, например, там, я не знаю, фамилию лечащего врача, что бы это ни было. И эта задача по сравнению с natural language процессингом она очень простая и она очень хорошо решается. К сожалению, не для русского и украинского языка, но для ряда европейских языков, но, по крайней мере, луисом. Окей, то, к чему мы перейдем, на самом деле, как показывал вам слайдиков, у меня их больше нету, мы перейдем в Visual Studio и посмотрим, как это все дело работает. И, пожалуй, я буду просто на вас кричать без микрофона. Я надеюсь, меня будет слышно. Дупликейт, да? Вы видите Microsoft Bot Framework? Да. Отлично. Для того, чтобы поразбираться с тем, как это все работает, сайт, который вас интересует, dev.botframework.com Это стартовая точка, откуда вы начнете работать. Здесь можно посмотреть на тех ботов, которые у вас есть и переконфигурировать их, зарегистрировать нового. Есть документация. Документация становится лучше и лучше. Это, конечно, пока еще не MSDN, но на сегодняшний день с ней уже можно работать. Bot Directory и блок. Когда вы будете начинать работу, в частности, вы можете сразу перейти в документацию. Здесь есть overview. И если вы пойдете в Getting Started, здесь будет описание. и здесь где-то у нас есть ссылочка на проект, который вам необходимо скачать, чтобы вы в Visual Studio могли работать. То есть, если мы откроем новую Visual Studio, если вы шли по этой инструкции, у вас, вы скачали зипчик, положили в папочку вашего юзера Visual Studio, Project Templates, и вот эта зипочка там лежит. За счет этого у вас появится новый тип проекта, с которым вы сможете начать работать. Сейчас у нас запустится Visual Studio и мы его создадим. Давай, давай, отлично. Новый проект. появился вот такой у меня бот-аппликейшн. Я его создаю. И когда он создастся, я увижу, что на самом деле это просто веб-аппи-проект на SPNet 4.6, ну, на Дотнете 4.6. Уже есть примеры того, как тот же самый бот будет работать на SPNet Core, правда, не на DNX Core, а на DNX 4.6, опять же, потому что там есть завязочки на ряд дотнетных библиотек. У меня появился проектик, мы можем увидеть, что у меня есть папочка с контроллерами. И у меня есть API-контроллер, в котором у меня есть такой вот метод пост, который будет обрабатывать сообщения. То есть будут приходить сообщения вот в этот веб-аппи-проект от бот-коннектора. Он их будет распарсивать, у вас будет соответственно объект месседж, который содержит в себе ряд свойств, кроме самого текста. В частности, есть Type. Если Type месседж, то есть само по себе сообщение, то здесь мы получаем длину этого сообщения и создаем ответное сообщение, в котором говорим, сколько символов в этом сообщение. Также у нас есть такой, видите, обработчик. Если тип не месседж, Handle System Message. И у нас есть разные системные сообщения, которые некоторыми каналами поддерживаются, некоторыми каналами могут не поддерживаться. Но в частности, если мы будем говорить про Skype или про Slack, вы сможете получить событие, если вашего бота добавили куда-то в чате, если пользователь удалился из чатика. Эти сообщения также будут приходить, вы можете на них реагировать, если вам необходимо. Каким образом это все сейчас будет работать? Вместе с этим практиком вы можете скачать бот Framework Эмулятор. Это такое десктопное приложение, которое позволяет вам дебажить вашего бота до того, как вы его куда-то запаблишили. Можете обратить внимание, если я здесь открою WebConfig, у меня есть AppID, у меня есть AppSecret. Это фактически два ключика, которые нужны бот-коннектору, для того, чтобы бот-коннектор мог дергать ваш сервис, а кто-то снаружи не мог сделать какую-то DOS-атаку условно на вас. И мы можем увидеть, что в этом боте у нас тоже есть URL самого сервиса, у нас есть AppID, у нас есть AppSecret. Фактически это вся информация, которая необходима. Мы нажмем здесь запуск, у нас этот бот локально запустится, у нас ESExpress уже у меня рядышком есть проект, на котором на этом порту уже был запущен ESExpress. Поэтому мы его запустим до 3978. Если мы попытаемся ему что-то написать, сбоку видите он показывает сообщение переключись то есть вот это фактически контракт взаимодействия между бот коннектором и вебапе приложения. Я получил 403 forbidden почему? Потому что у меня настроена по идее AppSecret на другого бота. Если я перейду в свое приложение вернусь в веб конфиг и скопипащу это сюда вот AppID вот AppSecret и я напишу что-нибудь этому боту ну вот мы с этим ботом разговариваем то есть фактически этот бот уже может быть задеплоен куда-нибудь в облако зачем для того чтобы у него был URL и я могу на бот коннекторе этого бота уже зарегистрироваться когда я его задеплою у него будет URL каким образом это происходит мы пока что остановим его вернемся на Dev Framework мы если мы пойдем на MyBots раздел мы увидим что их у меня есть два молимся за интернет чтобы он у нас работал пожалуйста у меня есть уже два бота на один из них посмотрим что он из себя представляет на его примере я буду показывать диалоги и формочки но у нас есть кнопочка регистера бот то есть я допустим здесь visual studio нажал publish задеплоил веб-сервис у меня есть какой-нибудь адрес mybot.agrewebsites.net и здесь я уже все заполняю я даю своему боту название описание я ему даю endpoint это самое главное я даю publisher я должен указать здесь terms of use потому что потенциально этот бот может находиться в директории и должна быть к нему документация что он делает как им пользоваться и так далее можно подкрутить application insights если он есть ну и фактически все здесь я указываю язык бота если это русский он будет распознавать если я поставлю здесь например русский и когда я буду заполнять формочки к примеру если я заполняю boolean сейчас будет работать yes no если я поставлю русский он будет понимать да нет например и здесь у меня есть еще две галочки если я поставлю галочку listen to all messages она сейчас не стоит то бот будет работать только с персональными сообщениями которые идут к боту то есть если этого бота добавить например в чатик в skype чат он не будет реагировать на сообщения которые идут в skype чате если мы будем говорить про слаг то будет группа канал в слаге и он не будет реагировать на все сообщения какие идут но в рамках этого канала если я лично обращусь к этому боту и напишу сообщение то это сообщение придет к нему соответственно здесь я могу управлять хочу ли я получать весь поток сообщений из какой-то группы которая может быть достаточно я не знаю говорливая и translate channel messages это то что я говорил bing translate прикрученный к бот коннектор если просто поставить эту галочку любому боту как бы он не был сделан я могу написать i would like to speak russian это сообщение даже не дойдет до вашего вебапи его перехватит бот коннектор и скажет хорошо я с вами теперь разговариваю по-русски и с обеих сторон будет русско-английский английско-русский перевод ну опять же на свой страх и риск потому что не все к сожалению работает очень хорошо в этом переводе вряд ли это будет звучать действительно как нормальная человеческая речь но тем не менее вот и вы укажете up id фактически это уникальное название этого бота поставите галочку нажмете register бот зарегистрируется и вы попадете на страничку которая выглядит примерно вот так у меня есть уже готовый бот на нового бота вы увидите то же самое и у вас здесь будет ваш апсекрет вы сможете нажать show посмотреть на него следующим шагом вы пойдете в студию вставите этот апп.id апсекрет передеплоите бота чтобы и здесь в бот коннекторе и в вашем веб конфиге совпадали апсекрет апп.id с этого момента ваш бот уже будет работать и в частности с этим ботом вот как минимум здесь вы сможете пообщаться это окошечко для тестирования в принципе того что бот коннектор понимает этого бота когда вы это сделали у вас есть набор каналов которые уже вы можете прикрутить если вы хотите в частности я прикрутил видите facebook мессенджер кик оказывается есть такой мессенджер недавно он появился проверил прикрут это китайский я нет по-моему нет ну я попробовал ну на самом деле легко он интегрируется ничего сложного нет есть skype есть telegram веб-чат фактически здесь вы можете получить айфрейм который вы можете влепить в любую страничку и в этом айфрейме будет показываться окошечко через которое вы можете говорить с ботом кроме этого что у нас еще есть есть директлайн директлайн обозначает что у вас будет просто отторчать наружу API через которое вы можете разговаривать зачем это надо например у вас есть wpf приложение и вы хотите чтобы общение с саппортом шло из этого wpf приложения вы просто будете дергать из приложения это директлайн и он будет взаимодействовать с ботом есть имейл ну объяснять ничего не надо будете переписываться когда вы нажимаете add например я нажму add на слаг то фактически у вас открывается инструкция по которой вам надо пройти все сделать по шагам и с этого момента оно начнет работать давай интернетик не подведи для каждого канала очень разный способ прикручивания бот коннектора с самим приложением в частности залогиньтесь в слаг туда надо будет скопировать вот эти урнчики прокрутитесь вниз нажмите кнопочку добавить юзера ну то есть вы проходитесь по этим шагам в конце концов вы получаете информацию клиента id клиент секрет вставляете ее сюда нажимаете галочку add i'm done и у вас он начинает работать в слаге где-то проще где-то тяжелее мне очень понравилось как работает например в телеграме то есть проще по-моему негде вы добавляете себе бота по имени botfather которому вы говорите newbot как его будут звать дай ему картинку он возвращает тебе ключ кстати у меня есть телеграм вот здесь есть botfather ну то есть фактически вот как я создавал бота newbot хорошо дай ему имя дал ну которая будет отображаться дай ему юзернейм дал все вот этот вот ключик это то что все что мне необходимо для того чтобы этот бот заработал в телеграме потом я захотел поставить картинку поставил просто скинул ему вот она к скайпу можно ну там надо немножечко подолбаться чтобы заставить их работать однако вот я не согласен с сережей у меня не на американском microsoft аккаунте прекрасно получилось добавить ну вот этот application developer id как бы он у меня работает без проблем то есть в принципе вот с настройкой с конфигурацией история такая ничего никакого rocket science мы вот общались с Пашей говорили что у нас будет без субботнего rocket science здесь ну нет каких-то сложных вещей но тем не менее давайте посмотрим на какого-то классно писать ботов которые посчитали символы и сказали сколько вы буковок ввели давайте поговорим о чем-то более серьезно в частности ну вот то что мы собираемся сделать когда есть время для нашей одесской dotnet юзер группы сделать бота который будет давать то есть делаем юзер группу приходит анонс просто сообщение я могу зарегистрироваться я могу получить информацию о событии я могу оставить какой-то фидбэк вот ну то есть какая-то такая ничего опять же сложного и все эти штуки мы храним в document.db кстати вот что интересно когда работаешь document.db с каким-то javascript хранилищем вот прямо и хочется с тишарп перелезть на ноду потому что когда у тебя есть просто уже json объект который ты берешь и хранишь сохраняешь в базу забираешь без всяких сериализаций десериализаций получается круто мы закрыли то приложение я верну для того чтобы мы могли поговорить с нашим ботом я перезапущу просто бот эмулятором начнем с эмулятора мне нужно опять же будет переключиться на мой секрет который у меня есть вот так он будет работать что из себя представляет бот мы его спасибо и с экспресс опять эй а ты где я просто не вижу где у нас ES-экспресс ладно давайте мы ой это же у нас будет диспетчер можно убить его в принципе да может быть так и будет проще только осталось его найти пропустил думал лучше четырех деталях здесь здесь мне казалось давайте мы просто переконфигурируем на другой порт да и все мне кажется что этого должно быть достаточно на ES-экспресс оно будет 39.7.9 подумаешь запустимся запустимся соответственно в ботике мы тоже перейдем на порт 39.7.9 вот так я тут сразу оговорюсь что ну хотелось сделать бота на русском языке там тоже были особенности поэтому допустим в этом боте луис не прикручен а так оно более на каких-то простых но смысл в том что я ему говорю привет он со мной здоровается я воспользовался тем что некоторые мессенджеры skype например не среди них умеют работать с кнопочками когда не обязательно писать само сообщение а можно ткнуть в кнопку я например ткнул в кнопку я могу получить какую-то информацию о событии и здесь мы молимся интернету и интернет нас к сожалению подводит ну информация лежит в document.db и он просто ее не подтянул давайте попробуем еще разочек может быть и ты достучишься до doc.db нет ну ладно мы попробуем пойти в регистрацию ничего давайте ну там на самом деле не страшно чтобы мы не тратили время на самом деле там выводится просто информация я воспользовался такой штукой есть понятие карда в фейсбуке когда вы можете не просто вывести сообщение а вы можете отформатированную карточку с картиночкой с какой-то дополнительной информацией а на клик был сразу пойти на страничку где-то она красиво отображается где-то некрасиво но окей мы ее не увидели ладно здесь же есть у меня формочка да если я сказал регистрация я могу сказать что меня зовут Антон я могу ввести свой имейл я могу ну наша формочка обычно такая где вы работаете я физично особая предприемность разумеется бот задеплоен на английском поэтому я здесь отвечаю да да окей я сохранил информацию то есть я покажу как это выглядело в коде как заполняются эти формочки ну и есть кнопочка отзыв которая там можно оставить отзыв то есть суть бота вот такая есть разные активности в которых я либо попадаю в заполнение формочки либо происходит генерация какого-то там красивого контента и так далее как выглядит это с точки зрения кода давайте посмотрим у меня опять же есть мой messages controller и в нем что-то похожее на то что мы видели в предыдущий раз в новом проекте но здесь фактически что бы мне не приходило в этот пост вот это и есть точка входа точка коммуникации я получаю это сообщение я передаю его специальному такому классику conversation в котором я создаю новый объект типа conference dialogue и вот это и есть тот диалог о котором мы говорили я сюда просто injecting method который собирает формочку мог бы это делать где-то внутри решил заинжектить в конструкторе что происходит в самом вот этом conference dialogue он должен быть serializable это объект это класс который реализует интерфейс iDialog на самом деле их там есть два есть iDialog есть Lewis Dialog который работает с Lewis и по большому счету это все что мне здесь необходимо если я реализую этот диалог то любые property которые у меня будут в этом диалоге они у меня будут уже сохраняться как состояние то есть в течение всего диалога мой state это просто property вот этого объекта если мне хочется так пользоваться у меня есть соответственно мой конструктор и у меня есть фактически такой метод старта sync в котором я делаю вот такую себе точечку входа где я отвечаю на все сообщения на такой как бы корневой диалог я могу здесь поздороваться я мог бы что-то написать фактически сюда я попаду если например я пользуюсь телеграмом и любой разговор в телеграме с ботом начинается со слэш старт тогда я попал бы в этот обработчик но опять же здесь я обрабатываю все корневые сообщения и здесь я решил сделать вот прям таким нехитрым образом кейс что-то делаю кейс что-то делаю кейс что-то делаю это один из самых простых топорных способов который на самом деле достаточно популярен когда я не хочу распознавать какие-то хитрые фразы а мне нужно выбирать там я мог бы попросить выбери там 1, 2, 3, 4, 5 или about register feedback или что-то подобное тогда я их обрабатываю вот таким образом если about то я допустим вывожу информацию мы можем посмотреть как это выглядит здесь я получаю последнее событие я создаю новое сообщение и в нем я начинаю добавлять аттачменты чтобы красиво это оформить то что мы из-за интернета к сожалению не увидели на самом деле здесь название картиночка сообщение и контекст постасинг я выплевываю просто это сообщение в бота и оно туда приходит вернемся в initial то есть я вывожу это сообщение я вывожу сообщение more back которое мы здесь видели да вот эти вот кнопочки которые мы видели больше назад это все делается тоже не сложно если мы пойдем сюда я создаю сообщение я создаю аттачмент и в этом аттачменте я добавляю вот такой списочек экшенов это будет кнопочка это будет кнопочка то есть вот эти кнопочки в тех мессенджерах в которых они поддерживаются ну вот as simple as that вот это вот код которым эти кнопочки создаются точно так же где у нас другие вот эти три кнопочки которые мы видели которые я сделал то есть в принципе ничего сложного а сам этот диалог каким образом строится если я попадаю в about то дальше я передаю я вывожу сообщение я передаю управление дальше методу more information on event received то есть таким образом я зашел возможно вглубь диалога на один уровень следующее сообщение придет не в этот метод а вот уже в этот метод если бы я зашел в register то в register я застекал новый диалог и создал формочку если я зашел в feedback то я дальше передал управление методу feedback receive the sync и таким образом в зависимости от выбора я уже расслоился на 4 каких-то разных методов и фактически вот так работает этот диалог согласитесь ничего сложного никакого rocket science также согласитесь что если бы вы руками просто писали какой-то вебапе и у вас не было вот этого механизма диалогов надо было бы потратить время как вы это будете реализовывать как вы помните эту историю как вы будете это разбирать здесь оно у вас есть все готово дальше да можно чтобы можно чтобы год сам начинал разговор пример да то есть билд например или там я не знаю появилась новость и я хочу всем пользователям да для этого вам нужно просто использовать API коннектора и сказать ему пожалуйста такому-то пользователю по такому-то каналу отправить это сообщение я не покажу как это работает я могу показать что сам по себе код выглядит примерно так я создаю коннектор клиент я создаю сообщение я должен определить channel аккаунты от какого пользователя какому пользователю идет сообщение на каком языке и я делаю send message и оно происходит то есть я могу допустим да по расписанию или по окончанию билда сказать там дружище билд закончен да это работает вот дальше что я хотел показать перед луисом последнее вот в этом проекте это как я делал формочку у меня есть domain objects у меня есть такой класс registration details этот класс просто себе serializable здесь я добавил некоторые темплейты которые я бы мог и не добавлять например если я пытаюсь заполнить заполнить поле которое буллин я ожидаю yes или no а я тихо пожалуйста только не да я дернул стол давайте будем надеяться что сейчас появится картинка прорывается прорывается давайте ничего не происходит ура да есть отлично смотрите темплейты это то что сам формбилдер может использовать какие сообщения он будет давать например если я ожидаю yes или no а я написал какое-то что-то не то он напишет это сообщение как для допустим стрингов он будет выводить сообщение вот этот вот амперсант здесь обозначает название самого поля здесь ну вот для стринг будет написано введите и название поля если это булл то будет хотите ли и название поля какое там оно есть у меня есть промпты в которых я говорю что необходимо ну как запрашивать для каждого поля и на самом деле все то есть у меня есть эти все поля и здесь я сделал формбилдером формочку вот это код который работал на самом деле если бы я все вот это вот убрал оно бы работало практически точно так же то есть фактически через рефлексию формбилдер пролез бы по всем пропертям которые есть повынимал бы их атрибуты и поспрашивал бы все у меня зачем я это писал здесь я могу покастомизировать какие-то вещи например если я хочу в другом порядке запросить эти поля я могу раньше поставить джоб и соответственно он так и отработает здесь у меня есть дополнительно всякие штуки например я могу сразу вкрутить валидацию если я хочу чтобы это поле ну опять же имейл я бы мог провалидировать и просить и просить имейл пока он не введет нормальный я мог бы добавить какие-то месседжи вот здесь я мог бы сделать есть confirm например уверены ли вы что вы правильно заполнили то есть я могу поуправлять вот этим заполнением формы но в целом это делается достаточно просто вот так работают эти форм диалоги здесь в принципе об этом все у нас остается примерно около 15 минут мы потратим где-то минут 10 на луис и 5 минуточек на вопросы если они будут будут уже наверное не могу же я так все понятно объяснять на самом деле а перед тем как перейдем к луису я не уверен что интернет сейчас позволит все хорошо сделать но опять же у меня этот бот есть и там и там и там например здесь вы можете увидеть что я тоже регистрировался нынешняя версия скайпа не поддерживает кнопочки поэтому эти кнопочки выявились видите вот таким образом хотя и работает один и тот же код но все-таки разница в разных каналах она у вас будет разной опять же бот фреймворк заявляет что они поддерживают маркдаун и вот этот вот жирненький регистер это две звездочки регистер две звездочки оно должно работать везде но если мы пойдем вот сюда например видите я тоже разговаривал с ботом он у меня есть в фейсбуке это мой код роджер кстати надо было картинку ставить как видите здесь к сожалению маркдаун не подхватился и две звездочки стали одной звездочки может быть если он подгрузит историю где-то будет может быть этот карт ладно бог с ним когда мы работаем здесь видите здесь кнопочки поддерживаются как и в фейсбуке вот этот ну карт красиво выглядит в фейсбуке но здесь видите по крайней мере он хотя бы вставил картинку есть разница если вы хотите чтобы все сообщения если вы там красиво как-то форматируете были красиво отображены во всех мессенджерах вам надо будет заморочиться тем что вы будете проверять какой канал и под разные каналы по разному форматировать сообщения к сожалению но тем не менее все таки логика у вас будет реализована в одном экземпляре это уже круто а там какой канал мы видим да там есть если мы пойдем если вернемся вот здесь в этом диалоге у нас всегда есть айдайло контекст этот контекст содержит очень очень много всего в частности там есть просто это эмулятор скайп имейл директ лайн что бы то ни было вот окей луис сережа уже кое-что показывал опять же если мы мы можем создать новое приложение то есть вот это интерфейс в котором вы можете воспользоваться машин лернингом не зная на самом деле что такое машин лернинг что достаточно круто и может подойти для многих задач у вас есть всякие при билд вещи то есть вы фактически можете подтянуть функциональность картаны для каких-то установки напоминалок еще каких-то вещей на сегодняшний день как вы видите поддерживаются языки английский китайский французский испанский итальянский как вы видите здесь нет ни одного славянского языка пока что это печально следующими кстати языками Microsoft говорит будет японский и немецкий то есть даже в каком-то пуле нет ни украинского ни российского они также говорят что так с грехом пополам вы можете начать обучать этот движок на русском он будет это воспринимать как какой-то непонятный язык ну то есть между клингонским и русским не будет никакой разницы то есть ему для него это будет непонятный язык в котором все же по-прежнему слова разделяются пробелами в этом языке есть запятые в этом языке есть точки восклицательные знаки вопросительные знаки но не больше этого то есть вот это все что он будет знать соответственно распознавать он будет не валом ну не так как на английском Давайте мы создадим новое приложение. Мы его назовем Sports Tracker, например. Как будто мы будем разговаривать с каким-то там IoT-девайсом, включить трекинг бега, выключить трекинг бега, какие-то такие. Язык опять же... Или установить там таргет пульс, чтобы он кричал, да, если что-нибудь такое. Сейчас мы сделаем. Смотрите, у нас создается приложение. И мы опять же, это тоже момент, когда мы молимся Богу интернета, чтобы у нас все получилось. Спасибо организаторам, что предложили включить кабель. К сожалению, мне его некуда включать. Нету разъемчик. Если бы я знал, я бы взял док-станцию. Все равно порт выключен. Что? Той порт не работает. Ну, куда просто включить, он выключен. У меня роутер. Я думаю, Wi-Fi раздавать нормально, и порт не работает. Вот сейчас создается приложение. Хочется, конечно, продемонстрировать, как это работает. На самом деле, если нам вообще не повезет, надо запомнить адрес luis.ai, на который можно просто прийти, и вы можете, я не знаю, запуститься или нет. Вот здесь есть хелп, и просто пройтись по этому хелпу, посмотреть хотя бы вот это видео, которое идет, вот сразу же вам предлагается. Оно уже даст вам неплохое представление, как с этим работать. Так или иначе, как я говорил, когда я описывал, как работает луис, он понимает интент, намерение. Это его основная задача, увидев фразу, понять намерение. И он попытается повынимать какие-то термины, да, entity, которые, ну, вот в вашем домене что-то обозначают. Вы их сами размечаете, когда пользуетесь интерфейсом. Кроме этого, у вас есть много картанных уже вещей там, в том плане, что числа он распознает сам. Если время, там, 9am или что-нибудь такое, он распознает. Промежутки времени он распознает, геолокации он распознает, еще какие-то вещи, с которыми умеет работать картана. И вы можете этим пользоваться. Интересный момент, у меня есть еще один бот. Если я попробую, где у нас recent project and solutions. Что такое? Отсюда. Отсюда запустимся. Если вы пользуетесь Луисом, история какая? Луис, во-первых, дает вам API, когда вы фактически методом get можете получать его предсказания. Я считаю, что на этой фразе intent такой, entity такие. И он, ну, как и все в machine learning, дает процент, с которым он уверен, что он правильно вас предсказал. Это одна возможность. Когда вы просто get запросики, там, а что-то по клиентам будете туда-сюда гонять. Но интересно, что вы можете сконфигурировать диалог. Вы можете отнаследоваться от класса Луис Дайлок. И в таком случае вы фактически там ключик этой модельки подкрутите сюда. И в зависимости от intent он сам будет отправлять запросы Луису. А здесь, если он распознал intent как deploy, например, он будет делать то, что здесь написано. Если он распознал как получение статуса, он сделает этот код. То есть фактически без всяких свитчей, кейсов, всего остального, вы будете попадать в тот или иной метод в зависимости от того, что понял Луис. Что тоже достаточно круто. Если мы посмотрим, ну, не срослось у нас с Луисом здесь. Рекомендую пойти посмотреть видео. Последнее, что скажу перед вопросами, у нас остается, оставим там 3 минутки, 4 минутки. Вот этот бот-билдер, он лежит на гитхабе. И можно посмотреть, что там есть. Когда вы будете разбираться с тем или иным функционалом, к сожалению, документация еще не на том уровне, когда вы все получите, что хотите. Но вы можете все это дело скачать, открыть. И просто посмотреть сэмплы. Сэмплы достаточно вменяемые, достаточно хорошие. Сейчас прогрузится проект. Я пару вещей покажу. То есть там есть примеры с Луисом. Примеры с генерированием достаточно сложных диалогов заполнений. Вот они сейчас грузятся. Бот для заказа пиццы. Бот для установки алармов. И там же есть код, который как раз по времени вам отправит сообщение. Ну вот возвращаясь к тому же вопросу, который был. Бот, который может аутентифицироваться в Фейсбуке. Бот, который работает с Azure Active Directory и получает данные из графа. И так далее. Здесь есть на что посмотреть. В частности, вот этот, если мы посмотрим монотейтед сэндвич. Что они делают? Они объявляют фактические нумы. Это то, о чем я говорил. Видите? Есть разные опции для сэндвича. Есть разный размер сэндвичей. Есть разный выбор, какой там будет хлеб. И так далее, и так далее, и так далее. То есть они пообъявляли этих нумов фактически. И дальше они тоже добавили темплейты. И на каждую пропертю они вот таким вот образом спрашивают. Вот эта гармошечка обозначает, что в этом месте он перечислит все варианты, все опции, которые есть. И все. То есть здесь вы можете почерпнуть вдохновение, посмотреть, как это работает. В принципе, я думаю, у меня все. У нас осталось 3-4 минутки на вопросы. Спасибо за внимание. Вы первые. Спасибо большое за этот план. Скажите, пожалуйста, с Node.js как стартовать? С Node.js стартовать точно так же, как с C-Sharp. Если вы пойдете в документацию здесь, есть раздел документации с нодой. На GitHub фактически вот у вас две папочки. Если вы пойдете в папочку ноды, у вас будут фактически те же самые примеры, но написанные на ноде. Вот еще такой вопрос. Ясно, что на русском языке это работает пока, но даже для английского. Если пользователь пишет там с ошибками, то есть это оставляется на откуп там скайпом и так далее? Очень жаль, что не получилось показать. Если вы работаете с Луисом, там вот это то, что, кстати, Сережа немножко дал интернет показать. Там есть вкладочка Suggest. То есть Луис принимает на себя все фразы. Некоторые могут быть с ошибками. Либо некоторые фразы могут содержать новые формулировки, на которые мы еще модель просто не натренировали. Соответственно, они все будут попадать в Intent None. И они будут сохраняться в отдельном разделе. Вы идете в Suggest. Вы видите все фразы, которые люди вводили, а Луис не понял. И вы можете дотренировать на этих фразах. То есть вы ему говорите, что на этой фразе, которую он подумал, что на самом деле Intent такой, и вот это слово здесь обозначает мой Entity. Вы нажимаете Submit, 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 Retrain. И в этом и прелесть, что сегодня ваш бот что-то не понимает, а завтра он стал умнее, когда у вас нашлось время и вы его потренировали. Соответственно, опечатки на ваш откуп. Луис не поймет. Да, я вижу, одна минутка. Но, опять же, если у вас есть там, я не знаю, ключевое слово Deploy, на котором все работает, и вы видите, что там, я не знаю, кривопальцевые пользователи пишут Delpay постоянно, и у них ничего не работает. Можете натренировать на Delpay. Есть ли еще вопросы? Антон, а есть какие-то уже, по сути, сервисы для построения алгоритмов? Вот именно логики, как он будет работать с точки зрения анализа, там, как дашборды, там, визуализации? Визуализации чего? По сути, когда мы строим сейчас какого-то бота, нам нужен алгоритм. Есть ли уже на этой платформе инструменты, которые будут помогать эти алгоритмы устраивать? Ну, фактически, есть эти примеры, которыми можно вдохновляться. В конце концов, когда вы работаете с ботом, то есть ваш сценарий самый популярный. Это диалог, как мы смотрели, когда мы глубже-глубже проходим, да, в какой-то там, возвращаемся на один уровень раньше, или глубже заходим. Есть это, есть заполнение формочек. Это, в принципе, то, что в первую очередь необходимо для бота. И есть распознавание речи, как он понял. Вы дальше накручивать можно уже все, что угодно. Когнитивных сервисов много. Можно отправлять этот текст еще на какие-то сервисы что-то делать. Но это уже будет, как бы, когда ты сидишь и кнопочками пишешь, что ты хочешь. Как-то так. Ну, это то, на каком уровне сейчас находится бот-фреймворк. Это версия 1.2. Он увидел мир месяца полтора назад, два месяца назад. Он будет развиваться. Еще вопросы? Окей, большое вам спасибо за внимание. Прошу вам, дядя Ильич.